Всем привет, ребят! Вы находитесь на канале Владислав Щендиапин. А перед просмотром ролика не забудьте подписаться на канал, лайк, подписка, колокольчик, все уведомления. А также не забывайте оформлять спонсорскую подписку на канал. Ссылочка на донат под каждым стримом в описании, а также в разделе о канале. Заходите в раздел о канале, там есть краткая информация. А также раздел сообщества, смотрите раздел сообщества. Смотрите новые ролики, которые я выпускаю. Лайк, подписка, колокольчик. Сегодня мы поговорим, какая температура оптимальна для комплектующих. Всем привет, дорогие друзья. Друзья, рад вас видеть. Мы живем в эпоху маркетинга, когда ТТП-процессор указывается без технологии авторазгона, а возможности кулера очень сильно преувеличены. Тут уже возникает вопрос, а какая температура безопасна для комплектующих? Кстати, антиориентирована на новичков в данном деле, поэтому постараюсь объяснить максимально просто. Главное правило. Чем ниже температура, тем лучше для железа. Это правило действует, если брать типичный диапазон температуры для типичного ПК от 40-50 до 70-75. Для тех, кто зашел узнать ответ на этот вопрос, пусть вас не вводит в заблуждение максимальная температура процессора, поскольку оптимальная температура значительно ниже той, что указано в спецификации. Для разгона процессора иногда используют специальные установки чиллеры, но о них в другой раз. Впрочем, если вы планируете добиваться вверхлокинских рекордов, то и обычной башни или водянки будет достаточно. Чем опасна высокая температура? Главный фактор – это ускоренная деградация чипа. Чем выше температура, тем быстрее выйдет из строя ГП или процессор. Об этом я уже писал, ссылка оставлю в конце этой статьи. Деградация чипа уже несет за собой гораздо более тяжелые последствия. В виде невозможности работы в штатном режиме, как правило, для стабильной работы требуется поднятие напряжения, что даст еще пару лет стабильной работы. Помимо этого, высокая температура может приводить к сворачиванию приложений, выключению перезагрузки компьютера, артефактам в играх и на рабочем столе, с содами. В дальнейшем списке можно пополнить ускоренный износ, перегревшийся узла. К слову, давайте же разберем, что конкретно может греться, что внутри компьютера может греться. В общем, все компоненты, если выражать просто, я же перечислю то, что греется сильнее всего, и в чем, скорее всего, придется иметь дело. Процессор, либо деградация, либо недостаток системы охлаждения, влияет ее немощностью загрязнения. Решение прочистить систему охлаждения, заменить термопасту. Северный мост, на новых мотивах низкоплатных, совмещен с южным. Перегрев данного узла является достаточно редким, поскольку производители рассчитывают радиатора подстать тепловыделение узла. Очень часто мост греется, когда близок к отвалу. В этом случае готовьтесь идти в магазин за новой платой. Также причиной перегрева может стать плохая продуваемость корпуса. В таком случае вентилятор, обдувающий радиатор моста, просто не подходит. Необходим. Видеокарта. Тоже отчетовый процессор. Как правило, достаточно его обслужить термопасту, и температуры придут в норму. Цепи питания. Присутствуют как на видеокарте, так и на материнской плате. Он греется из-за чрезмерной нагрузки на них. Решение. Снизить нагрузку на цепь питания, если комплектующая разогнена. Если же цепь изначально унылая и не тянет, как ваш камень, то самое лучшее решение станет покупка материнской платы за гораздо более мощным зоной ВРМ. Быстрые и дешевые решения станут радиаторы на цепь питания. Благо, сейчас они предустановлены на большинство материнских плат. Блок питания. Самый неприятный вызов. Перегрев блока питания может привести к выходу из строя. При этом он вполне может забрать пару ваших железов с собой на тот свет. Перегрев блока питания вызывает повышенную нагрузку, либо неисправность у вентилятора. Хорошее решение будет снизить нагрузку на него, при необходимости заменить смазан вентилятор. Шутки с блоком питания очень плохие и очень часто не доводят до добра. М2 накопители. Их перегрев можно распознать по очень долгой загрузке в игр. Также перегреваются и жесткие диски, однако современные модели в принципе неплохо приносят критические для старых моделей температуры. Тротлинг и SSD очень легко распознать. Мометр начинает тупливать из-за загрузки. Локация выигр становится несколько дольше. Решение в данном случае одно. Колхозить охлаждение. Некоторые материнские платы предусматривают специальное место под М2, где он охлаждается отдельной пластиной радиатором чипсета. Заключение. Грамотная реализация охлаждения от золок стабильной и долгой жизни вашего ПК. При выборе охлаждения следует убираться на реальный тест и отзывы, а не на указанный ТДП. Также стоит позаботиться о хорошем продуваемости корпуса. Если ваша система потребляет больше 200 Вт, а также взять блок питания с хотя бы 20% запасом мощности, а в идеале 30%. В общем, оптимальная нагрузка на блок питания считается от 50% до 80% его мощности. Если убирать именно так, никаких проблем с температурой быть не должно. Мы говорим не о маркетинговой мощности, а мощности по 12 Вт. Стоит делать поправку и на разгон, если вы такого планируете заниматься. Также не стоит скупиться на материнскую плату с хорошей зоной ВРМ, если планируете заниматься разгоном. Всем спасибо, ребята, за просмотр. Подписывайтесь на канал, лайк, подписка, колокольчик. Также не забывайте оформлять спонсорскую подписку на канал. До скорого.